МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня очень интересная тема. Весна идет, весне дорогу. Мы встречаем совсем скоро день весеннего равноденствия 21 марта. И совпал, и многие знают, может быть, многие изучали, слышали. Такой вот есть праздник. Комаедица. Что за праздник, какие традиции, какие кушани, какая одежда была к этому празднику приурочена, сегодня поговорим. Для вас приготовили розыгрыш, билеты на спектакль, билеты на концерт в филармонию. Так что в ближайшее время предлагаю к этому нашему конкурсу очень активно присоединиться. Так что, друзья, дерзайте. С большим удовольствием вам представляю наших сегодняшних гостей. Не иначе, как Скомарох всея Руси, называет он себя сам и все его. Михаил Селиванов, известный всем нам как Михаил Скомарох. Добрый день. Добрый день. Двигаемся дальше. Мастерица артели Радуница Александра Лупчинская. Могу сказать, что вот как раз-таки Саша и задает модные тенденции сегодня. И, собственно, я думаю, об этом нам расскажет. Добрый день. Добрый день. Есть также с нами просто человек, который у нас уже был здесь в эфире. И знаем мы ее все. И знаем, что хорошо и вкусно готовят. И готовы рассказывать нам об этом долго и красиво. Юлия Кузнецова, мастерица лавки пекарни «Зерно». Здравствуйте. Ну что, 21 марта ждем. Наконец-таки весна официально вступит в свои права. И что-то еще хочется узнать поподробнее о празднике Комаедица. Что за праздник такой, Михаил? Ну, праздник встречи весны. То есть, когда мы, даже не мы, а наши предки, зазывали весну. И провожали зиму. В принципе, вкратце вот об этом празднике могу сказать. Так, ну какой-то, я не знаю, был процесс, традиции. И обряды были в каждой области свои. Мы можем только доносить то, что дошло до нас. То есть, то, что мы изучили на данный момент. Вот об этом мы можем поговорить. Вот Комаедица-медведица. Комаедица-медведица. Зазывал на всех. Почему? Мы будили медведя, чтобы тот за собой, выходя из берлоги, он... Я проснулся. Да, я проснулся, весна пришла. То есть, наши предки пекли блины, оладья, печенье в виде солнышек. И раскладывали их в лесу на пенечках, на проталинах. Вот, тем самым зазывали весну и пробуждали медведя, чтобы тот, когда проснется, не шел в деревню. И не начал громить там все, чтобы он здесь насытился. Присев на пенек. Да, присев на пенек, съешь пирожок. Ну, я знаю, что вот как раз-таки мы тоже перед эфиром обсудили, что медведь — это Кома. И поэтому сейчас вот многие говорят, первый блин Комом. Имеется в виду Комом, а на самом деле Кома. Первый блин Кому. Да, медведем. Медведю первый блин. Друзья, знаете. Первый блин мы преподносили. Вот. А кто у нас такой медведь? Тогда разберемся. Медведь — это символ бога Велеса. Поэтому... А Велес отвечает за все дороги и пути. А чтобы весна шла по дороге на правильном пути, тем самым мы славили Велеса. И так как он символизировался медведем, мы преподносили дары медведю. Ну, все просто на самом деле. Ну, как-то вы будете отмечать этот праздник самим для себя, Саша? Что-то у тебя есть в семье? Какие-то свои традиции? Может быть, что-то будешь печь? Может быть, что-то как-то готовить, наряжаться особенно? Ну, так как это праздник, и в любой праздник были определенные каноны, и узнав об этом, мне они созвучны, поэтому я стараюсь таким образом проводить праздники. Естественно, это какой-то праздничный стол. У каждого свое понимание праздничного стола, да? И он не просто появлялся, да? Это определенное значение имеет. Что человек потрудился какой-то период, да? И он себя таким образом радует. Также и одежда была праздничной тоже неспроста. Собственно, я буду, естественно, и наряжаться в этот праздник, как обычно это бывает в празднике. Эта одежда тоже означала, что человек к определенному этапу своей жизни готов. Насколько ладно, настолько красиво, богато вышито, либо украшена одежда, смотрели, какая мастерица, либо каков мастер своего дела. То есть, получалось, девчонки что-то там в зиму делали, 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 расшивали, расшивали, потом такая красивая пришла и все смотрят. Да, да. Приглядывались друг к другу, да? Кто-то сапоги сделал новые какие-то там очень... Кто-то сделал платье очень красивое, вышитое либо рубаху. То есть, это определенное простроение себя и изнутри. И поэтому, когда праздник наступал, люди себя, собственно, и показывали. Стол, потому что готовили же не только женщины, и одеяния. И потом начинались как раз празднования, как вот у нас Михаил проводит, да? И это тоже имело свой смысл празднования, что именно в этих играх, игрищах тоже проводили определенный процесс познавания себя. То есть, таким образом, я и планирую провести этот день праздник. Юля, у тебя какие вот мысли насчет этого праздника? Какие-то есть уже думы, что будешь делать? Да, конечно, у нас уже традиция сложившаяся. Мы определенным кругом близких людей, которые вот в этом мировоззрении находятся, собираемся, выезжаем на капище в определенное место за городом, и там к роду разжигаем, и потом еще один костер у нас есть, в котором мы сжигаем старые вещи. Вместе с этими старыми вещами нужно сжечь весь опыт, который ты считаешь там негативным. За прошлый год. Отпустить, да, какую-то боль свою, какие-то, может быть, вещи, которыми ты не гордишься. И вот эту боль ты отпускаешь, и в прошлое ты больше не смотришь. Ты находишься здесь и сейчас, и работаешь над собой сейчас, каждую минуту настоящего времени. И вот с этими вещами вместе это символично было, это все сжигалось, и сжигалось же еще чучело Марены, ну, кукла, да, такая большая. И с уважением, с большим спочитанием, с величанием Марена отправлялась в небесные чертоги обратно. То есть ее время заканчивалось, время зимы, время очищения, время успокоения и отдыха. Начиналась подготовка к страде, к засеванию, к возделыванию и потом дальнейшему сбору урожая. И люди благодарили Марену за то, что она приходила в эту зиму. Дала возможность поднакопить силы. То есть мнение незнающих людей о том, что сжигали, как какое-то зло, какое-то что-то черное, нехорошее, нет, это совершенно не так. Наши предки были мудрыми, и они принимали мир во всем его многообразии. Ничего плохого не было. И поэтому с благодарностью, конечно, и с величанием провожали, с поклоном, и ждали в следующий раз, когда круг Калагода вернется в ту же точку, и мы встретимся снова. Получается, как мы тоже выяснили, такой земледельческий Новый год. Да, новое что-то начинается. Друзья, если есть какие-то вопросы к нашим гостям, задавайте их, не стесняйтесь. 202-11-22. Может быть, вы вспомните, как ваши бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки проводили такие праздники. Может быть, что-то вспомнится. Позвоните нам, поделитесь, нам правда будет интересно узнать. Ну и пришло время немножечко поиграть с вами. Разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Волшебное кольцо» театра «Город», что будет проходить 29 марта в музее Алабина. Смотрим на экран, видим кадр из одного очень известного фильма. Сегодня так получилось, что многие вопросы мои будут связаны так или иначе с историей нашей страны, с какими-то ценностями. Что за фильм загадан? Звоните, если узнали. 202-11-22. Ну, а я хочу спросить у Михаила. Всем интересно, почему «Скомароха»? Я знаю, что Иван Царевич у нас есть, Королевич Елисей на каких-то праздниках тоже присутствует из города Гродно. Почему «Скомароха»? Откуда? Ты же не просто жил, жил, жил и так вот он. А не ставит ли мне «Скомарохом»? Какой путь к этому? Ну, путь, и тогда вкратце можно рассказать чуть-чуть для себя. С 15 лет я вообще занимался в театральной студии. Потом судьба меня дала поступить в театральный. Многие годы я работал в театре в Тольяттинском. И потом работал с детьми, анимацией занимался. И вот в какой-то прекрасный момент я встретил Ивана Царевича, который дал мне волшебного пенделя. И я понял, что мне надо заниматься именно вот этим, скоморошеством. Ну, для меня «Скомарох» — это тот человек, который с помощью тех же волшебных пенделей и всяких приспособлений показывает людям, что есть другое направление в жизни. То есть можно жить вот так, а можно жить вот так. И каждый человек... Они не конфликтуют между собой два твоих и тебя? Нет. Два меня нет. Я практически живу. У меня образ жизни вот такой, как... Хожу в такой одежде, постоянно причем. Так. Вот. И я к чему? Тому, что когда мы показываем людям, что есть разные направления внутреннего и духовного развития, человек может вправе выбирать, как он будет дальше двигаться. То есть готов он идти с нами по пути, или он останется на том же прежнем уровне, или он пройдет с нами по пути, и потом вернется. Свободу воли никто не отменял. Поэтому наша задача, главное, показать. Показать, что есть другой мир. Мы покажем. Сказочный. Покажем, потому что нам Михаил принес фотографии, но прежде предлагаю принять телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, зовут меня Вера Николаевна. Вера Николаевна, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни общаться с настоящим сковорохом? Ну, вообще так, да, на ярмарках такое бывало. Понятно. Ну, вообще, вот, слышали хоть раз про такой вот праздник к Маедицу? Ну, слышали, на слуху есть, да. Да-да-да. Ну, какие-то планы на эту весну у вас есть? Вот весна, официально, как говорится, вступит в свои права. Что-то вы себе загадали уже? Да, я себе загадала. Загадала радости, счастья, веселья, побольше, чтобы всем солнце так же было. И активизма, конечно, позитивного настроения. Ой, как отлично. Отличный настрой, отличный посыл. Ну, тогда давайте сейчас будем справляться с нашим заданием. Что же за фильм мы загадали, который вам подарит билеты на спектакль «Волшебное кольцо»? Ну, вот, насколько я помню, и насколько я так вот увидела, помню, мне кажется, это вот Сибирский перюльник, и там вот эта Масленица как раз была, празднование Масленицы на площади Красной. Конечно, конечно, это правильный ответ. Вы настоящий молодец. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, будут вопросы, какие-то воспоминания, может быть, о праздновании Камоэгидица, может быть, что-то слышали, может быть, какие-то у вас есть свои ритуалы, встречи весны, поделитесь, расскажите нам, позвоните. Вот у Михаила колокольчики висят, и он так ходит с ними всегда, они так позвенькивают. Что за колокольчики, для чего они? Это для прозванивания пространства. Можно чуть-чуть иметь сейчас так это. То есть, когда мы двигаемся, когда я двигаюсь, я прозваниваю пространство, тем самым я его очищаю. Потому что можно чистить звуком, водой, огнем. И колокольчиками. Ну, колокольчики – это и есть звук, когда мы чистим пространство звуком. Вот это один из способов очищения вокруг себя пространства. То есть, где я нахожусь, где я веселю народу, где я бываю, я стараюсь прозванивать пространство, чтобы было чисто. Ну, давайте фотографии посмотрим, потому что именно они очень ярко характеризуют вообще деятельность Михаила именно как скомороха. И о том, какие праздники и что проводит, Миша, рассказывайте, пожалуйста. Мы сейчас видим фото в эфире. Вообще, как долго к этому нужно было идти? Понять свой образ, понять, вот что ты будешь надевать, что ты будешь говорить, как себя вести? Практика. Это было на интуитивном уровне, как себя вести, потому что нарабатывалось это. Я работал долгое время ведущим в традиционной форме. И там, и свадьбы вел, и торжества, и день рождения. Вот. А после Ивана Царевича я просто начал менять квалификацию и вести уже славянские праздники. Вот это вечерка в Тольятти. Вот. Мы не только сами веселим, веселимся, ну и веселим народ, и веселимся сами. То есть показываем пример, как это делать. Ну, ты скажи, вот скоморохов на Руси, так скажем, сейчас на нашей сколько ты насчитал? Официальных? Ну, официальных немного. Зарегистрированных, так сказать. Ну, я не считал, вот, но пока я думаю, что немного, но нас, ну, мы, как бы, в количестве растем. Вот. Учит ли где-то скоморохов? Скоморохов. Да, есть, есть, есть такие места. Институт скоморохов? Ну, пока еще не институт, хотя Иван Царевич уже заявил о семинарии, где будут учить. Вот. Ну, вот на фотографиях у нас мы проводим гуляния в лесу, гуляния во дворах, разные. Вот. Это день рождения мы проводили в Ульяновской области. раньше, вот, ты смотришь на какие-то свои старые фотографии, и сейчас практически на всех фото, да, ты в образе, так скажем. Это уже твое личное, к чему-то прикипел. А как на тебя люди реагируют? Расскажи. Ну, все по-разному. Есть ли негатив какой-то? Ну, негатива я вот пока не замечал, потому что у всех, где я не появляюсь, у всех радостная улыбка на глазах. Идет, звенит. Да, или звенит, да, или, ну, зимой не так видно. Да какой ладный костюм-то у тебя. Из медведя? Нет, лисы. Понятно. Девочки, ну, вы помните свое впечатление о Мисе вообще первое, Саш? Ну, да, конечно, помню. Но так как было понятно, что мы просто с одной, так скажем, в одной струе. Да, в одной. Одна мысль, единая мысль объединяет, поэтому просто становится ясно, что каждый занимает свою нишу, да, ведь Михаил делает достаточно сильную и важную работу. Это действительно в праздниках объединять и пробуждать какие-то подсознательные процессы, да, это, собственно, для этого и делается. все эти действия, вот, поэтому я вижу, увидев подобного человека, понимаю, что вот соратники, мы делаем одно дело, каждый просто свою нишу выбирает. Кто-то в одежде, кто-то в еде, кто-то... Кто-то в хороводах, песнях, танцах. кто-то в хороводах, кто-то в хороводах, кто-то в хороводах, каждый по-своему. Понятно. Миша, ну вообще вот дальнейшее, может быть, свое какое-то предназначение, ты будешь развиваться, ты будешь делиться своим каким-то опытом, вот как это? Ну, есть, есть задумки. Что вот это вот мы сейчас видим, кстати? А это молодецкие латки были. Это живое правило было. Живое. Где, да, где мужики могут собраться и потянуть друг друга, оттянуться. Вот это, наверное, непобедимые державы в Тольятти. Вот, работать с детьми, со взрослыми. Ну вот насчет, как бы, деления своим опытом каким-то, вот как это? Ну, есть идея создания центра. Центра. Да. Посвященного чему? Внутреннему развитию, потому что семейного, да, центра, где люди могут, желающие люди, приходить и саморазвиваться. А мы даем просто направление, то есть толчок к этому. То есть если человек готов, мы ему показываем, что можно выбрать вот такие пути развития, и человек уже дальше сам начинает развиваться. Потому что человека нельзя заставить. То есть, как говорят, что и 100 человек могут привезти коньяк в водопою, но и 100 человек не заставят его пить. Логично. Очень логично. Друзья мои, 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Если вдруг что-то появится, какая-то мысль у вас, что-то хотите спросить, поинтересоваться, мы всегда рады вашим звонкам. Всегда, я думаю, наши гости найдут слова, чтобы ответить на какие-то ваши вопросы или просьбы, или даже предложения, ну или критику такое тоже легко можно привнести в наш эфир. Вот, кстати, по поводу ты начал изучать буквицу, да, очень так интенсивно. Да, я изучаю, потому что буквица, на мой взгляд, это, то есть... Не просто алфавит. Да, это не просто алфавит, это алфавит подсознания, потому что буквица, она, у каждой буквы, буквицы, очень много образов, которые рождают вот на подсознательном уровне у нас какой-то отголосок. Можешь какой-нибудь пример привести? Да, могу пример привести. То есть, если в настоящем алфавите рисуют, например, вот выпускают эти алфавиты, где нарисована «мэ» — это машина, а «а» — это арбузы. Когда мы соединяем это два образа, слово «мама» у нас получается что? Машина с арбузами. Машина с арбузами. То есть, совсем какой-то непонятный образ, когда мы говорим «мама». Это на подсознательном уровне в наших детей пытаются вот показать такой образ. То есть, человек зрительно воспринимает арбуз и машины, но говорит «мама». А надо как? А если мы разбираем образ буквицы, именно древней буквицы, то «мэ» — это человек мыслящий, а «а» — это «ас», рожденный на земле. То есть, мыслящий человек, рожденный на земле. Мама. Мама. Все просто. Тут даже не надо ничего придумывать. Образ тогда становится на свое место. Цельный. Цельный образ. Ну что, друзья, предлагаю еще, кстати, вам сейчас интересный посмотреть сюжет. Совсем недавно в нашем городе состоялась презентация проекта «Родной мир», проекта международного, направленная на укрепление как раз-таки связей среди поколений, в том числе презентация родовых поместьй. К нам приезжали интересные гости, интересные артисты. Давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. Переехать из города в деревню – дело непростое, но весьма полезное для души и тела, рассказывают основатели родового поселения Кузьминовка. Поместье в Шанталинском районе они строят вот уже 10 лет. Летом здесь проживает почти 60 человек. У нас особенное место в северной нашей области, красота необычайная. Земля нас сама собрала. Столько грибов, ягод, такой красоты, сосны, лес, поля, ну, необычайно здорово. Международный проект «Родной мир» собрал в одном зале представителей почти всех родовых поместьй Самарской области, а их у нас порядка 10, которые выставили на ярмарке все, что производят на своей земле – хлеб, семена, экокосметику, травы, мед. Поселенцы родовых поместьй ждут принятия закона о гектаре земли, который предоставит право каждому российскому гражданину на создание своей родовой усадьбы. Почему именно один гектар? На такой площади возможно создать самовосстанавливающуюся экосистему – огород, подворье, колодец, построить дом. Все преимущества жизни на природе гости праздника могли оценить на презентации поселений. Проект поддерживает караван любви солнечных бардов. В Самару приехали музыканты из Севастополя группа «Аура мира». Барды – это народные певцы, как мы знаем, да? То есть певцы, высшие народы и поющие для народа же. Отличие, скажем, солнечных бардов просто от бардов вообще принятых в том, что мы поем позитивные, жизнеутверждающие песни. У нас Святозар с Крыма, у нас Ира и Таня. Таня у нас с Украины, и Ира у нас с Сахалина вообще. Так что у нас такая сборная соляна. Хотя Святозар родился на Урале, а долгое время жил в Крыму. Поэтому мы себя называем сборной Руси. Иван-чай, 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 чуши тебя поскорее, да наливай. Иван-чай, Иван-чай, пью для души, добрый молодцы, как красные девицы, так хороши. Караван бардовской любви продолжит свое путешествие по городам России, поддерживая международный проект «Родной мир» и развитие родовых усадеб. По неофициальным данным, сегодня в России уже существует более двухсот населенных пунктов поселений, состоящих из родовых поместьй. 202-11-22, телефон прямого эфира студии программы «Универсальный формат». Звоните и отвечайте, а также задавайте свои вопросы. Время поиграть пришло. Давайте сейчас задам вопрос, который вам принесет билет на концерт в филармонию ко дню рождения Великого Баха из Германии. К нам приезжает сам Лео Крэмер. Давайте мы сейчас выясним такой вот патриотический вопрос. С какими словами начинается государственный гимн Российской Федерации? Если знаете, звоните быстренько. 202-11-22. Ну, мы поговорили о том, что традиционно будут какие-то забавы, какие-то интересные хороводы, игры и так далее. Хотим теперь поговорить про одежду. Александра, расскажи нам, как ты давно увлекаешься этим, с чего все началось и как ты стала законодательницей мод нашей, именно русской, традиционной народной моды. Началось это достаточно давно и, в принципе, подтверждение того, что нас все помогают идти по нашему пути, являлось то, что уже достаточно давнее время назад я закончила училище на Закрочице. Но в тот момент было непонятно, собственно, зачем мне это. Ну, просто шила для себя. Шила для себя, да какие-то вещи. Вот. А когда уже познакомилась со славянской культурой, мне стало это близко, стало интересно, все глубже и глубже познавать мудрость. Ну, тут, естественно, этот навык, назовем так, да, пригодился. И оказался уместным настолько, что, собственно, до сих пор помогает мне воплощать идеи. Вот. Ну и, естественно, когда начинаешь шить, ты начинаешь узнавать больше кроя, больше каких-то фасонов, сочетаний цветов, украшений, потому что украшения тоже имели свое значение. Ну и тут, конечно, глубины достаточно. Сейчас Саша обшивает всех. Всех, тех, кто инфраструктур. Стараюсь, да. Давайте фотографии посмотрим. Там, кстати, моя фотография тоже есть, Саша. Я ничего, что добавила. Давайте посмотрим, потому что действительно многообразие. Откуда черпаешь вдохновение, откуда вообще это все вот берется? Как правило, вдохновение идет от человека, того, кому... Чего хочет он, да? Нет? Не всегда. В основном, когда вижу человека, уже становится понятен образ. Потому что кто-то захочет какой-то цвет, то есть, естественно, определяет заказчик свои какие-то пожелания, это естественно. Но, тем не менее, идея, она появляется в момент именно создания образа конкретному человеку. Какие ткани ты используешь? Использую ткани я натуральный, хлопок, лен. В основном, это льняные, конечно, вещи. То, что тело, скажем, хорошо, да, приятно, хорошо. Особенность такого кроя заключается в том, что она значительно, эта одежда значительно свободней, чем мы привыкли носить в обычное время. И первый период, конечно, непривычно. Кажется, что эта вещь велика. Вот, я могу по себе сказать. Да, но когда начинаешь это носить всегда, такую одежду, уже обтягивающие платья либо кофты очень трудно одевать. Нескомфортно носить, и ты ощущаешь сжатие определенное. Поэтому вот тоже нужно пробовать, экспериментировать. Ну вот сейчас как раз-таки даже многие дизайнеры на неделях моды вводят в свои коллектики там орнаменты какие-то, вот, я не знаю, русские, мне кажется, все-таки наше, родное. А почему-то, как ты думаешь, вот это что, все-таки равняется на нас? Ну, я думаю, что... Или это прямо такой эталон законодательный? Вот, кстати, я. Да, да, прекрасное платье на вас, Юлия. Я думаю, что тут связано с тем, что такое количество людей, интересующихся и такой одеждой, их становится больше с каждым днем, и, естественно, законодатели моды не могут пропустить это, и поэтому уже понимают, что нужно и в своей одежде вносить что-то такое, что соответствует желаниям тех, кто, собственно, покупает. Я знаю, у вас 28 марта в Тольятти тоже будет мероприятие вечерка, и там написано, что будет дефиле модной русской народной одежды. Как ты принимаешь в этом участие? Я принимаю участие в Самарской вечерке, которая будет в апреле, в конце апреля, а 28-го, насколько мне известно, там принимает участие наша соратница, так скажем, Надежда Собурова, она тоже шивает одежду, да, и у них, я думаю, целый коллектив, насколько мне известно. У нас нет повода, так скажем, между собой мастериц, в принципе, конфликтовать, мы делаем общее дело, поэтому я всегда рада, когда и другие мастерицы, девчата подхватывают и что-то делают, какие-то такие показы, это прекрасно. Это интересно, да? Да, это очень интересно. Будем готовиться к апрельской вечерке. Так, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лилия. Лилия, очень приятно. Лилия, ну, хотелось бы спросить, вот этой весной вы для себя что-нибудь определили, какую-нибудь цель поставили? Ну да, развиваться, какие-нибудь курсы посетить. А какие? Я давно научиться научиться танцам. Танцам? А каким? Каким танцам? Каким-нибудь таким латинским, классическим. Здорово, хорошая и физическая форма, и настроение вам гарантировано. Ну, давайте выяснять. Сегодня мы пытаемся выяснить, знают ли наши зрители какие-то такие вот знаковые вещи. Какими же словами начинается гимн Российской Федерации? Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Ну, или великая, что тоже хорошо. Самое главное, что не союз нерушимых. Как многие подумали бы, может быть, бы ответили. Все правильно, забирайте свои билеты на концерт. Ну, а мы продолжаем наши эфиры, и, конечно же, раз мы уже говорим о России, раз мы уже говорим о каких-то традициях, мы обратились на улицах нашего города к нашим зрителям, к нашим горожанам с вопросом вообще, за что вы любите русский язык? И разные ответы получили. Давайте посмотрим. Русский язык, он вообще самый красивый язык. Иностранцы его считают самым певучим языком. Мы много окаем, акаем, все растягиваем, особенно китайцы. Вот. Мне кажется, русский язык, он прекрасен. И он богат настолько разными словами. Это, у меня, конечно, лексикон ограничен сидит в данный момент с испугу так. Но, мне кажется, он, он потрясающий просто. Я считаю его сложным, я считаю его родным. А, сказать прям, люблю ли я русский язык или нет, это невозможно, он просто есть. Люблю я, я сама русская, люблю. Я русская родилась здесь, в Самаре. Ходишь вещи. Люблю русский язык. А скажите, вот многие считают его очень сложно. Вы поддерживаете это мнение? Да нет, почему у меня по русскому пятерки-четверки были, я в школе училась. Ну, у меня очень хорошая преподавательница, преподавательница была по русскому языку. Поэтому, классно-руководительница. Поэтому я, в принципе, всегда любил его и иногда пользуюсь с ее советами, которые она нам давала. Но считаешь ли его сложным? Вот многие говорят, иностранцы, что русский язык очень сложный, там много слов-исключений. Вот про это можно как-то рассказать? А кто скажет, что будет легко? С русским языком нет. Никогда не было, не будет, думаю, проблем у русских. Русский язык самый чудесный, самый замечательный. Лучше его не придумаешь. Да, я люблю. У меня по нему пятерки. Да, у меня тоже. А диктанты пишете все правильно на пять? Да, хорошо. Особенно словарные слова. Да. Русский язык это родной язык. Так как мы все патриоты, мы его любим. Тут особо выбора нет. Поэтому, да, любим. Сложным, при том, сколько не читаю. Почему-то я все равно пишу безграмотно. Но вообще, ну не страшно. Но он очень красивый язык. Ну и как бы, наверное, я об этом не задумывалась, потому что, но с детства это родной язык. Ну да, я правда не думала об этом. Интересен тем, что очень много слов, которые иностранцы не понимают. Для нас достаточно они в обиходной жизни, в обиходе. Просты, понятны. И значение слов достаточно разнообразное. Да нет, наверное, да? Да нет, наверное, да. Совершенно верно. 202-11-22 Телефон прямого эфира повеселили, конечно, нас ответы наших горожан. Ну вот, собственно, почему нет. Разные мнения. Это всегда очень интересно. 202-11-22 Это телефон вам пригодится для того, чтобы сейчас ответить на такой очень сложный вопрос. Надеюсь, быстренько сообразите. Давайте выясним, в каком же году у нас освободился Сталинград. Я думаю, что точнее, прошу прощения, была снята блокада Ленинграда. Звоните нам и отвечайте, в каком году была снята блокада Ленинграда. Ну а если вы еще нам в нагрузку как раз таки расскажете, когда была Сталинградская битва, то действительно будет вам почет и уважение. 202-11-22 Говорим мы про праздник весеннего равноденствия 21 марта, про праздник наших предков Комо-Едицу. Мы выяснили, что в этот день люди наряжаются, выяснили, что есть традиция встречать это блинами и какими-то вкусными угощениями на стол. Ну вот о вкусных угощениях, думаю, сейчас нам эксперты поведают. Лавка пекарни зерно Юлия Кузнецова. Юль, ну расскажи, пожалуйста, как, собственно, что будешь вкусненького, может быть, готовить, что есть традиционного и уж поделись секретом. Чего вы там задумали обучать самарский народ? Чему интересному? Ну вообще, каждая хозяйка на праздник стремилась удивить гостей и готовила разнообразный стол. Это осталось у нас до сих пор, мне кажется. Да, это осталось до сих пор, но разница в том существенная, что наши предки знали меру в употреблении пищи и знали определенные законы ее приготовления для того, чтобы она гармонично усваивалась и знали, какую пищу вкушать для очищения, какую для наполнения в определенные дни недели, в определенные месяцы. В общем, это была целая система, которая впитывалась с молоком матери и гармонично входила в жизнь каждого ребенка, когда он взрослел и потом передавала ее, став взрослым, своим детям. Вот. Я столько начинаю изучать эту науку, постигать ее. Я не могу сказать, что это так просто для современного мозга, изъеденного коррозией цивилизации. Ух ты! Но душа этого просит, потому что хочется каких-то правильных, глубоких вещей, хочется это освоить и хочется потом это передать своим родным, своим детям будущим и людям, которые захотят об этом узнать. Я не зря тебя назвала экспертом. Для всех нас ты уже человек, который, если что-то знает, что приготовить, что-то там принести на какой-то праздник, в целые столы и так далее, плюшки какие-то, сладости. И теперь вот вы решили делиться своими знаниями. Да, я благодарю за такое восприятие моей деятельности, деятельности моих соратников и друзей. Мы очень стараемся, для нас эта поддержка очень дорога, потому что сейчас мы вышли на новый этап, мы открыли кухню вегетарианскую. У нас была продовольственная русская печь, как вы знаете наверняка. И сейчас мы объединились с нашими друзьями вегетарианской кухни Век Гол. Вот Максим Обьетков, его тоже все знают, это известная личность в Самаре. К счастью, мы нашли друг друга и сделали общий проект. Я очень рада, что такие люди в мою жизнь пришли. И теперь у нас своя кухня, это наша обитель, мы там хозяева и мы вот второй месяц работаем. Счастью, нет предела просто. Сами все делали, штукатурили, белили, красили, сами покупали мебель. Мужчины вокруг меня прекрасные, которые поддерживают и на себя все взяли. И Максим уже делал этот проект, свою школу вегетарианской кулинарии. Теперь мы ее в обновленном виде запускаем снова. Все Самара говорит об этом. Да, Самара говорит об этом, как выяснилось. Мнения разные, но мы благодарны за любое мнение, потому что это опыт, мы будем стараться становиться лучше. 29 марта мы запускаем уже курс. Сейчас мы набираем активно людей на курс. Это будет курс месяц идти, по воскресеньям четыре часа будем заниматься. И ребята, Максим и его соратник, еще один парень, Евгений Джемов, тоже известный. Такие вкусные фамилии у людей. Вот, они будут учить готовить вегетарианскую вкусную еду, и там около пяти-шести блюд за один раз можно будет приготовить, там же это все вместе, дружно съесть. Поэтому я всех призываю мимо не проходить. Это просто интересно не только с точки зрения получения нового опыта и знаний, а просто с точки зрения даже обмена энергии. Собираются всегда очень позитивные люди и потом дружат, общаются, обмениваются рецептами. Это очень здорово. И мы еще планируем, конечно, курс какой-то запустить или одиночные какие-то занятия по выпечке без дрожжевого хлеба, потому что я третий год уже слышу просьбы это сделать. Пора. Ну, я думаю, что мы это сделаем. Просто следите за тем, что у нас в группах происходит. Лавка, пекарня, вегетарианские вкусности зерно. У нас есть отдельная группа и мы там обычно всю информацию об этом вывешиваем. Ну, у меня тоже фотографии есть. Вот мы видим Максим сейчас за инструментом. Как раз-таки Максим, наш знаменитый, который учит девушек и молодых людей готовить. Это вот хлеб. Мы начали печь в больших объемах. У нас большая печь, Матрена Ивановна. Она печет. Это мы ездим на мероприятия. Это ресторанный день. Самые вкусные столы у вас. Теперь у нас стол стал многообразнее, потому что мы объединили усилия и, как правило, нам некуда ставить. У нас не хватает места на столе. А какой чай завариваете? Да, Максим варит прекрасный чай, массау на молоке со специями. Сейчас, кстати, ярмарка прекрасная проходит в музее Алабина. И вот там мы всю эту вкуснятину привезли. И можно прямо после эфира всем, друзья, рвануть, пить чай, есть конфеты. И всех приглашаем тоже присоединиться к нам. Ну, а вот столько много конфет есть, не вредно ли? А эти конфеты натуральные полностью. Они из натуральных, экологически чистых ингредиентов. И у нас большой процент сладостей сыроедческих. То есть без термической обработки. Соответственно, они полностью усваиваются организмом, и все питательные вещества поступают. Даже для тех девушек, которые весной хотят сесть на диету, вот эта диета как раз таки прекрасна. Закидывайся сладостями, запивай чайком. Закидывайся сладостями, запивай чайком прекрасным, стройней, и будь здоровой. Да, кстати, вот Юля сказала про фестиваль. Я тоже в конце нашей программы хотела сообщить, что с 17 по 23 марта в Самарском музее имени Алабина будет проходить фестиваль и русские народные танцы, и мастер-классы по гончарному ремеслу, и по плетению из лозы, проведение традиционных русских игр, семейных фильмов будут вам показывать, конкурс силачей, многое другое, ярмарка декоративно-прикладного творчества. Все подробности, я думаю, можно будет узнать по телефону музея Алабина. Ну и вам говорю, большое спасибо, благодарю за то, что пришли. Успехов вам, увидимся на праздниках. Ну а вам, друзья, силы духа не терять, и если еще не успели нам позвонить и ответить на вопрос, когда же у нас снята была блокада Ленинграда, за эфиром будем рады принять ваш звонок и вручить вам билет на концерт Лео Кремера, как раз-таки посвященный дню рождения Баха. Всего доброго, до встречи, увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова